Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора». У микрофона Вера Власова и сегодня у нас в гостях Ольга Герольдовна Малышева, начальник Центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Кировской области. Здравствуйте, Ольга Герольдовна. Здравствуйте. И Кирилловых Вера Григорьевна, заместитель главного врача Кировского областного наркологического диспансера по медико-социальной реабилитации. Добрый день, Вера Григорьевна. Добрый день. Итак, сегодня мы поговорим о приученной для нас уже теме вреде курения. 31 мая в рамках Всемирного дня без табака состоялось мероприятие, которое было организовано Министерством здравоохранения Кировской области. Расскажите, пожалуйста, Ольга Герольдовна тогда в первую очередь, что было за мероприятие, на что оно было направлено? Данное мероприятие проводится уже в течение многих лет и приурочено к Всемирному дню отказа от табака, борьбы с табаком. 31 мая. Данное мероприятие проводится в целях информирования населения вреде потребления табака. И, кроме того, в рамках этой акции все желающие могли проверить свои показатели, функцию легких на экспресс-спирометре с определением возраста легких, могли курящие люди, граждане, убедиться в том, что, к сожалению, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе очень большое и, скажем так, убедиться еще раз о том вреде, который наносит своему организму. Проводилось анкетирование волонтерами-медиками, это региональная общественная организация общероссийского движения «Волонтеры-медики». Вели прием специалисты наркологического диспансера, и все желающие могли обратиться с вопросами по отказу от курения. Также ввел прием врач-пульмонолог, и пациент, у которых находили, мы выявляли значимые изменения по функции внешнего дыхания, могли получить консультацию у пульмонолога. И надо сказать, что интерес к этой акции растет, если буквально еще 5 лет назад посещаемость была достаточно невысокой, и нам приходилось действительно, скажем так, активно выходить самим к людям, то уже несколько лет, 3-4 года действительно большой интерес, много желающих проверить свои легкие. И мы видим также то, что многие отказываются от потребления табака, и среди тех, кто участвовал в акции, действительно много тех, кто уже отказался от этой зависимости, ушел от нее. Есть ли примерный процент? Сколько людей, во-первых, приняли участие в акции, сколько людей пришло на мероприятие, прошло анкетирование? Примерно. Около 40-47 человек прошли анкетирование, соответствую акцию прошли примерно в 2 раза больше. Кто-то проходил одни исследования, кто-то другие. То есть за 2 часа порядка 70-80 человек посетили эту акцию. Что касается возраста людей, посетивших акцию? Абсолютно различный возраст. То есть приходят как молодые граждане, так и уже из возраста. Тут разброс очень большой. Вы сказали, что частично люди, пришедшие на акцию, имеют тенденцию отказываться от курения. Вообще действительно такая тенденция прослеживается. Мы проводили социологический опрос Центра медицинской профилактики. Он был в 2015 году, где зафиксировано было, то есть было опрошено более 2 тысяч человек. И курящих мы выявили 20%. И около 30% отказались от табакокурения. Причем в последний год, вот это получается 14-15 год, действительно очень большой процесс. Из всех отказавшихся 30% отказались в течение последнего года. Давайте, наверное, обратимся к истории данного события. Почему вообще люди курят? Зачем это нужно? Зависимость это или что? Давайте об этом поговорим. Вера Григорьевна, объясните, пожалуйста, нам что это такое. Ну что же, табачная зависимость – это такое же заболевание по своим закономерностям развития, как алкогольная зависимость, зависимость от наркотиков. Для всех зависимостей характерно три стадии в развитии. Первая стадия – это стадия психической зависимости, когда человек начинает, становится для него центральным интересом. То есть это становится единственным способом расслабиться или снять напряжение, или наоборот собраться. У людей, у здоровых таких способов 10, допустим, а для зависимого человека это становится единственным возможным способом. Начинает он, естественно, чаще и чаще к нему прибегать, и наступает вторая стадия – стадия физической зависимости. Это когда без поступления вот этого вещества человек уже нормально себя чувствовать не может. То есть алкоголик, когда он употреблял алкоголь, не может остановиться, уходит в запой. Наркоман точно так же не может остановиться и употребляет снова и снова. И, в принципе, ведь курильщик ТПК, ну, всё так же устроено. То есть вспомните своих знакомых, которые хронически курят, попробуйте, значит, не давать им курить там час, два, три, четыре. То есть человек курит даже в условиях, когда это запрещено, да, там, в поезде, не знаю, в общественных других местах. И, к сожалению, самое грустное, что у любой зависимости есть третья стадия, да, это стадия деградации и разрушения организма. Мы все это представляем себе хорошо при алкогольной зависимости, при наркотической. При табачной зависимости личность не так сильно разрушается, но гигантскими просто темпами разрушается физическое здоровье. Но, и, с другой стороны, то, что человек привыкает проблемы не решать, а от них изолироваться, да, как-то, значит, брать паузу с помощью курения, это приводит и к определенным личностным проблемам. Что касается тенденций по курению в Кировской области, есть ли у вас цифры, то есть какой процент на сегодня курит, и в сравнении с Россией и с миром, в принципе? Ну, насчет мира очень разные, скажем так, цифры есть. Например, в Туркминстане курит 8% населения. В Российской Федерации, по данным последнего эпидемиологического мониторинга, который проводился в 8 регионах в 2012 году, курит около третьей населения, 30%. В Кировской области эпидемиологического мониторинга до этого года не проводилось, только был социологический опрос, по данным которого курит 20%, но я думаю, что цифра несколько ниже. В этом году мы проводим эпидемиологический мониторинг в городе Кирове, пока только не в области. И данные планируем получить к декабрю. То есть они будут более достоверны, потому что социологический опрос, все-таки, это не эпид-мониторинг, там не репрезентативная выборка, поэтому точно мы сказать все-таки по соцопросу не можем. Но, тем не менее, тенденция есть к отказу от табака курения, это мы отмечаем по всем нашим таким вот выборочным соцопросам. Поэтому посмотрим. В декабре я очень надеюсь, что у нас действительно появятся цифры по городу Кирова. Да, ну я надеюсь, что вы нам еще об этом расскажете. Конечно. А вопрос по исследованию, опрашиваются лишь люди, курящие сигареты или другие виды получения подобного вида веществ тоже? То есть вейпы, кальяны? В эпидемиологическом мониторинге там инструмент, скажем, международного уровня, поэтому там вопросы поставлены своеобразным образом. На основании этого эпидемиологического мониторинга мы действительно сможем сравнивать и с зарубежными странами. Там вопросы охватывают любое потребление табака. Ясно. В рамках мероприятия 31 мая вы указали, что каждый желающий мог узнать возраст своих легких с помощью спирометра. Что же такое? Давайте подробнее остановимся. Зачем нужно знать возраст своих легких? Ну, скажем, как проводится эта методика? В каждом возрасте у человека при определенном массе тела возраст, рост высчитывается. Определяем мы скорость выдыхаемого воздуха, объем выдыхаемого воздуха за первую секунду и объем легких. И в каждом возрасте есть своя норма, скажем так. И вот по отклонению от этой нормы мы можем судить о, скажем так, нарушениях. Значимое нарушение тогда, когда отклоняется где-то на 80% и меньше от возрастной нормы. Но, скажем так, если 85% от должного составляет, скажем, это еще не заболевание. Но это говорит о том, что функция легких уже имеет тенденцию к изменению, к ухудшению на фоне курения, скажем. Это именно показывает человеку 22 года, он курит 6 лет, а возраст легких уже на 49. То есть настолько у него, скажем, несоответствие прослеживается между должной величиной и фактической. Это служит некой мотивацией, потому что, когда молодой человек видит, насколько он состарил свои легкие, то задумываются, в глазах появляется некая мысль, действительно, а стоит ли вот табакокурение и этих последствий, то, что мы имеем. Понятно, когда возраст легких, он как-то, может быть, более понятно для граждан, показывает вот эту проблему. То есть если мы покажем проценты, ну скажем, ну, и что проценты? Вроде бы 85, это ведь много. А возраст легких, он уже говорит о том, что не так все красиво. Да, Вера Григорьевна, расскажите, объясните, пожалуйста, как все-таки курение влияет на возраст наших легких? Как это отражается на функции этого органа? Ну, я попробую, но, наверное, Вера Григорьевна лучше это сделает. Да, вопрос. Значит, ну, вообще, что происходит, да, когда мы курим, постоянное раздражение, во-первых, вызывает перестройку, как сказать, эпителия легких. То есть нарушается и выделение слизи. Скажем, легкие, пытаясь вывести все вредные вещества, начинают усиленно продуцировать слизь, чтобы вывести, да, на первом этапе. Затем происходит то, что идет перестройка, то есть мы не можем работать вечно. Правильно, когда работаем на износ, всегда когда-то происходит изнашивание. И происходит перестройка эпителия. В конце концов, эластичность легких нарушается, они становятся жесткими, уже не могут так расслабляться в нужный момент. Большое количество слизи препятствует нормальной вентиляции легких. И могут развиваться различные абсолютно изменения. Может нарушаться, скажем так, способность выдоха. Развиваются серьезные заболевания, начиная от обструктивной болезни легких, когда человек просто, скажем так, ну не может полноценно дышать, не может выполнять нагрузку, причем, что свойственно для курящих людей, они считают, что вот эта дышка, которая появляется, и каждодневный кашель, это нормально, я же курю. И обращение происходит очень поздно. И диагностика заболевания происходит на ранних стадиях, на поздних стадиях. На ранних стадиях человек не обращается. Хотя достаточно просто внимательно посмотреть и понять, что по сравнению с людьми своего же возраста, курящий человек может гораздо меньше. Он не может так бегать, он не может полноценно в тот же играть в футбол, допустим, и так далее. То есть он видит, что по сравнению с своими сверстниками он уже отстает. Хотя до определенного момента это не мешает особо жить. Но надо отметить, что вот если сердечно-сосудистая система все-таки при отказе от курения достаточно благодарно отзывается, и через 8 лет после отказа от курения риск инфаркта миокарда приближается к некурящим, то вот легочная система, к сожалению, не восстанавливается никогда. То есть это не обратно уже? Она никогда не будет такой, как если бы человек никогда не курил. Но задача в том, чтобы не допустить вот этой точки невозврата, когда хроническая абстрактивная болезнь лёгких начинает прогрессировать просто темпами, скажем так, семимильными, когда мы уже ничего не сможем сделать. То есть наша задача остановить процесс, ну хотя бы на этой стадии, на какой он есть, не допустить дальнейшего ухудшения. К сожалению, лёгкие мы не вернём назад. Как это определить, вот эту точку невозврата? А это только в динамике, это уже функция пульмонологов, то есть когда прогрессивно ухудшается вот дыхательная функция лёгких. То есть в этом году это было 80%, допустим, на грани, в следующий год уже 70%, потом 60%, потом 50%, и в конце концов человек становится привязан к кислородной подушке. Можно дополнить, да? То есть вообще наш организм так устроен, что есть три стадии каких-то изменений, да? Первая – это, как правило, обратимая стадия, также с печенью, допустим, да, также с сосудами. То есть вот это вот самое начало, когда человек может просто нормализовать образ жизни, режим, допустим, питание, там, отказаться от курения, отказаться от алкоголя, и, в принципе, у него будет обратное развитие, да, это вот самое раннее начало. А потом уже наступают такие периоды, когда… Органические изменения, да, когда… Когда органические изменения уже никуда не денутся, но это может ещё не так прогрессировать постепенно. А третий этап – это когда настолько человек уже запускает процессы повреждения в своём организме, что лечи, не лечи, да, значит, идёт прогрессирование заболевания. И поэтому, конечно, медики, специалисты, они озабочены тем, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме именно в самом начале. К сожалению, частенько люди обращаются уже во второй, в третьей стадии. Означает ли это, что если курить не постоянно, а время от времени, то последствия будут, ну, более и менее лёгкие? К сожалению, вот это тоже проявление зависимости. То есть я там курю непостоянно, я наркотики употребляю непостоянно, да. У таких веществ, у психоактивных, у них есть так называемая наркогенность. Она, например, ну, у наркотиков самая сильная, у табака сильнее, чем у алкоголя. То есть если я употребляю вообще это вещество, то у меня возникает зависимость. То есть какое-то там, есть наркотики, которые там одного употребления уже достаточно для того, чтобы человек его зацепило, и он снова и снова пытался это состояние повторить. У табака надо несколько раз это сделать, но в любом случае невозможно длительное время курить нерегулярно, да. То есть человек втянется, у него будет зависимость, и начнётся развитие зависимости, он будет увеличивать дозу, кратность. К сожалению, это так. То есть невозможно всё время эпизодически употреблять психоактивные вещества наступить зависимость. На счёт вот вреда, скажем, с медицинской точки зрения, у фактора риска, что такое фактор риска? Это признак, который связан с заболеванием достаточно вероятностная, связь с ним очень велика, и мы можем при наличии фактора риска прогнозировать то или иное заболевание. Но фактор риска, что значит вероятность, да? То есть кто-то будет курить 50 лет, и у него ничего не будет. Кто-то, кому-то достаточно покурить 5 лет, и, к сожалению, процесс запустится. Кому-то достаточно будет пассивного курения, а у кого-то, к сожалению, изменения будут обусловлены тем, что курил дедушка. Потому что когда человек курит, пачка сигарет в день, он получает дозу радиации в 3 раза больше, чем предельно допустимая норма. Радиация может вызывать изменения в генах. И достоверно доказано, что у курящих отцов, которые курили во время зачатия, генетические дефекты плода встречаются в 2 раза чаще. Чем у не курящих отцов. А если женщинами? Женщину тут отдельная тема. Во-первых, ребёнок страдает, у него кислородное голодание постоянное. То есть мама не даёт ему полноценно дышать. Эти дети рождаются недоношенными, как правило, очень часто. У курящих матерей риск внезапной смерти плода в течение года, первого года жизни. Вот это синдром внезапной смерти, когда ребёнок умирает по непонятным причинам, в 2,5 раза выше. Эти дети чаще болеют. Было доказано, что у курящих матерей дети первого года жизни госпитализируются по разным причинам в 4 раза чаще. Это дети склонны к развитию бронхолёгочной патологии, бронхиальной астмы. Или, скажем, сейчас эпидемии гриппа, чем страшны? То, что развивается лёгочный дистресс-синдром, когда молниеносное течение пневмонидок у курящих матерей дети тоже подвержены этому чаще. Поэтому, наверное, мы не имеем права делать выбор за наших детей. Правильно. То есть каждый всё-таки либо отвечает за себя. Это опять-таки ещё отнесём к пассивному курению. Когда детишки подвергаются, когда родители курят дома, когда родители курят в машине. Причём даже если курят в машине без ребёнка, то есть ребёнок в машине мы не курим, ребёнка нет – курим. Очень хорошо впитывает обшивка машины, и потом ребёнок всё равно получает вот эту дозу вредных веществ, которая может навредить ребёнку. Поэтому нужно огородить однозначно всех своих близких табака. Какие ещё исследования проводились? Проводились исследования среди гречанок. Так вот, у женщин, у которых мужья курили 20 сигарет, в день женщины подвергались пассивному курению. Риск развития рака лёгкого в 5-7 раз выше. Хотя сами они не курили. Поэтому, конечно же, нужно думать об окружающих. Ещё раз повторяю, у каждого своя доза. Но мы, к сожалению, не можем сказать, какому человеку какой вот этот объём, скажем так, фактора риска может нанести вред. И вот эта вероятность фактора риска нам позволяет и даёт право заниматься профилактикой среди всей популяции. Только так мы можем снизить заболеваемость и смертность. Давайте ещё раз перечислим, какие осложнения, какие патологии, болезни может вызвать курение. Но помимо лёгких, что ещё задействовано? Давайте начнём с того, что курение вызывает спазм сосудов. Спазм мелких сосудов. Так как у нас капилляры мелкие есть везде, то нет ни одного органа, который бы не пострадал при табакокурении. Это и головной мозг, и глаза, и сердечная сосудистая система. У курящего человека сердце перекачивает на 6-7 тонн в сутки больше. Соответственно, сердце постепенно изнашивается. У мужчин, надо сказать, что импотенция зачастую, в общем, эректильная дисфункция у курящих мужчин всё равно есть. Может быть, это не доходит до импотенции, но если бы, до явной, но если бы человек не курил, то он был бы с точки зрения мужской силы, конечно же, сильнее. Это однозначно, потому что это мелкие сосуды, это спазм, это страдает, опять-таки, любой орган. Это, конечно, и прогрессирование развития атеросклероза. Так как сосудистая стенка становится неровной, рыхлой, туда очень хорошо проникает холестерин, и процесс атеросклероза у курящих людей, конечно же, течёт гораздо агрессивнее. А если атеросклероз, опять-таки, это поражение всех сосудов, он не может, скажем так, бляшка атеросклеротическая образовываться в каком-то одном сосуде, это процесс системный, потому что страдает любой орган. Это мы сейчас всё говорим о третьей стадии именно, да? Это начинается с самого начала, просто это клинически проявляется, и в болезни, в настоящую уже, да, но начальное проявление в самом начале формируется. А вот сейчас Ольга Герольдовна говорит о медицинских последствиях, да, а я бы немножко вот добавила про, значит, последствия личностные, психологические, да, потому что на самом деле мне кажется, что людей, которые считают, что курение полезно, да, значит, их нет, да, и всё-таки, всё-таки, значит, какая-то часть граждан наших, да, несмотря на то, что сейчас вот много информационных компаний и много рассказывается о вреде курения, почему-то не бросает, да. Вот мне бы хотелось немножко вот с этой стороны осветить. К сожалению, вот личность человека так устроена, что мы либо, значит, решаем трудности, которые у нас возникают, да, то есть человек берёт на себя ответственность за то, что он в этой трудности участвовал, и придумывает, как её можно разрешить, там, обратиться за помощью самому, любыми способами. А, значит, в некоторых случаях человек вместо того, чтобы эту трудность личностную свою решать, он от неё просто отстраняется, да, то есть я тут накопила сегодня трудности, я вечером о них забуду, да, вот, и отдохну. Таким образом действуют все психоактивные вещества. Вот. К сожалению, очень неэффективная тактика, да, то есть, значит, утром, когда человек смотрит на всё это свежим взглядом, всё ещё хуже, да, и тогда получается, что вот отключаться от жизни надо всё чаще и чаще, и, ну, со временем эти периоды, когда человек отключён от жизни, да, они просто превалируют уже. То есть мне нужно жить, по сути, под наркозом, да, моя жизнь без наркоза непереносима. И поэтому очень, ну, вот, мне бы хотелось сейчас, что сказать, что, к сожалению, очень многие люди, понимая пагубность, да, они не обращаются за помощью, думая, что это повлечёт, ну, как-то их стигматизирует, да, то есть, значит, что обращение, в принципе, за наркологической помощью, это, ну, что-то стыдное, как-то самому справляться, допустим, да, будут какие-то социально-правовые последствия, если мы не про табак говорим, а уже про алкоголь или наркотики. Вот. И вот это не обращение за помощью, оно как раз приводит к тому, что заболевание развивается, и вот те самые последствия, о которых говорила Ольга Герольдовна, они нарастают. То есть для того, чтобы справиться, мне кажется, нужно в двух направлениях сосредоточить усилие. Это разъяснять тем, кто ещё не пробовал, ну, проще не начинать с этим. Вот. Но те, кто уже втянулись, да, мне кажется, вот этим людям очень важно объяснить, что, ну, вот сейчас я скажу немножко так упрощенно, что не стыдно болеть, стыдно не лечиться, да. То есть, в принципе, сейчас любые зависимости лечат. Да, есть понятная, значит, этапная терапия. Первый этап такой медикаментозный, второй этап психологический, психотерапевтический. И при настрою человека можно справиться в любой стадии, и в третьей тоже. Вот. Но, конечно, если человек останавливается в первой, во второй, прогноз лучше, он больше может, да, меньше вот этого повреждения. Вот. Это то, что мне хотелось дополнить. Просто с табаком есть такое мнение ещё, может быть, многие так думают, что это привычка, что это независимость, что если я захочу, я в любой момент брошу, что это, в принципе, ну, скажем так, силой воли это можно сделать. Или как-то ещё, да. Но самое-то главное, чтобы это происходило правильно, да. Вот если всё-таки, во-первых, человек должен осознать, что это действительно зависимость. Вот. Вот, а потом уже шаги, это сверху, да. Ну, я много работаю с пациентами, и когда вот первичный человек говорит, я смогу и сам бросить, да. Я всегда стараюсь заключить такой письменный договор, пожалуйста, я верю, давай, ну вот, здорово, да. Это будет какой-то стимул издержать себя. Но если, давай, если не получится, тогда, значит, мы разворачиваем все медицинские мероприятия по лечению зависимости. Вот я хочу сказать, что пока людей, которые обращались за помощью, понимали, что это зависимость, да, и, значит, бросали сами, ну, не знаю, полчеловека буквально, да. То есть, как правило, это заканчивается тем, что человек, значит, пытается так, пытается эдак, потом как будто бы какие-то внешние события его вынуждают к возврату, да. Но хочется призвать людей не… вот вы же, когда сердце болит, допустим, да, или там, когда что-то со стороны желудочно-кишечного тракта, не думайте, что само пройдет, что, может быть, ну, не поесть пока и там что-то случится. То есть люди обращаются за помощью, а за наркологической помощью люди очень долго не обращаются. У меня-то призыв не стесняться, не бояться и обращаться как можно раньше. Есть помощь анонимная для того, чтобы как можно раньше начинать вот это вот лечение, да, и для того, чтобы отказаться от употребления психоактивных веществ на той стадии, когда вы еще как личность сохранны. Давайте еще поговорим о тех, ну, в некоторой степени новых способах курения, которые у нас сейчас есть, это вейпы, это кальяны, это то, что называется паровые коктейли. Опасны ли они, вызывают ли они независимость, и в соотношении с сигаретами, да, каково их влияние? Это верно, кальяна, я про электронность. Да, говорит всем, что. Давайте вспомним похожую историю про употребление алкоголя. То есть у нас страна с таким северным типом употребления алкоголя, когда употребляются массивные дозы крепкого алкоголя, часто без закуски. Да, то есть мы же не как, допустим, итальянцы пьем бокал вина за обедом. У нас уже, если человек начинает употреблять алкоголь, то не по-детски. Вот, и в свое время пивные компании разворачивали широкую такую вот, значит, пропагандистскую, пропагандистское наступление. Говорили о том, что давайте, значит, введем на рынок пиво, это будет слабоалкогольный, менее вредный продукт. И была идея, что, значит, люди, которые употребляют крепкий алкоголь, перейдут на пиво и уменьшат употребление. Идея хорошая. Ну, нереалистичная с точки зрения зависимости. То есть зависимый человек так устроен, что он или полностью отказывается, вот если уже наступила зависимость от алкоголя, можно полностью отказаться, контролировать или минимизировать не получится. Это один из признаков зависимости, утрата контроля, утрата меры. И поэтому, естественно, на тех людей, которые злоупотребляли алкоголем, это не подействовало, но это очень хорошо подействовало на молодёжь, потому что, значит, начался такой всплеск пивного алкоголизма. Говорят, что это чуть ли не полезно, это приемлемо, это популярно, об этом, значит, рассказывают, что это нужно делать. И увеличился вход молодёжи в зависимость. Вот на мой взгляд, что кальяны, ну, что вейпы, да, они вот эту же функцию сейчас выполняют. Спасибо. Это затягивание, да, то есть на кого настроены вейпы, да. Это миф о том, что это не так вредно или вообще безвредно. Но в основном это направлено на подростков. Либо это говорится о том, что если вы уйдёте от сигарет на вейпы, да, что это меньше вред. На самом деле, во-первых, строгого контроля над тем, что содержится вот в жидкостях для табакокурения, нет. Через паровых сигаретах этого нет. Содержание каких-то канцерогенных веществ там, при вдыхании никто не контролирует. Если это дешёвое устройство для парения, там вообще может быть вред ещё больше. И мало того, большинство людей всё-таки становятся двойными курильщиками, они пользуются и этим, и этим, и вред больше. А подростки, если они попробовали вот это взаимодействие рука-рока, рот, они просто потом очень легко переходят на сигареты. То есть, по сути, это завоевание аудитории. Это обман. Электронные сигареты не являются методом отказа от курения. Они не зарегистрированы как метод отказа от курения. И наоборот, сегодня идёт вся политика направлена на то, чтобы приравнять их к потреблению табака. И, конечно же, это не должно происходить, опять-таки, не в общественных местах. То есть, там, где запрещено табакокурение, там запрещено парение. И всё-таки хотелось бы больше конкретики о вредности. То есть, насколько это сопоставимо с вредом, который мы получаем от сигарет? Ну, например, да, значит, есть данные о том, что вот пачка табака 25 грамм, выкуривание её путём в дыхании вот этих паров... Табака для кальяна. Да, через кальян. Сопоставимо с выкуриванием 60 сигарет. Да, то есть, это не меньшее содержание никотина, это большее. Это большее. А ещё раз говорю, что в вейпах там абсолютно мы не можем, в принципе, понимать, что мы вдыхаем. Потому что контроля за этим нет. Контроль отсутствует. Ну, и давайте перейдём, наверное, всё-таки к рекомендациям. Мы же достаточно настращали слушателей. Если человек, на самом деле, как Вера Григорьевна отметила, что довольно сложно, наверное, прийти к специалисту, признаться себе в этом. Если самостоятельно человек принял решение, твёрдо решил отказываться от курения, то какие будут рекомендации для них? Во-первых, мы должны понять, и для этого есть несложный тест Фагерстрема, насколько велика никотиновая зависимость. Если она действительно велика, физическая зависимость велика, то у нас есть методы никотинозаместительной терапии, есть другие методы, скажем так, органистов. Есть антагонистов никотина, которые помогают нам, препараты ЧАМПИК, скажем так. То есть препараты есть, лекарственные, которые помогут с этим справиться. То есть опять-таки мы упираемся в то, что не совсем правильно, наверное, это делать самостоятельно. И с другой стороны, если никотиновая зависимость слабая, а человек начинает себя обклеивать пластырями, то в принципе мы тоже ничего не добьёмся, потому что здесь нужно работать по другому пути. Тогда всё-таки получается, что необходимо оценить степень выраженности зависимости. Если это действительно переход от эпизодического курения к зависимости, и человек рано решил отказаться, то вариант, что он сможет это сделать самостоятельно, он существует, он есть. Он редок, но есть. То есть если вы решили отказаться, тогда вы просто прекращаете курить, убираете из поля зрения сигареты, стараетесь не ходить теми маршрутами, где вы раньше соприкасались с курением, и терпите. Особенно тяжело будет на вторые сутки. Часто рецидивы возникают через месяц, 3-6. Чем дольше вы будете отказываться, тем легче вам будет не курить. То есть это вот для тех людей, у которых ресурсов, в принципе, достаточно для того, чтобы самостоятельно отказаться. Если всё-таки зависимость выраженная, то там действительно, как правило, необходимо присоединять никотин-заместительную терапию ЧАМПИКС. Назначить дозу, подобрать дозу сможет только врач. То есть тут бессмысленно это делать самостоятельно, мне это будет неэффективно. Кроме того, когда трудно отказаться от зависимости, это значит, что зависимость интегрирована в образ жизни. Что человек свои психологические проблемы с помощью сигареты как-то частично, в кавычках, решает, забывает о них. И тогда надо разобраться с этим человеком, как по-другому эти проблемы решить, как по-другому жизнь перестроить. То есть это получается психологическое вмешательство и медикаментозная терапия. Насколько приемлемо в этом случае, что лучше выбрать? Совершенно исключить сигареты или всё-таки постепенно снижать дозу? Есть ли разница? К вопросу о постепенном снижении дозы. Ключевой признак зависимости – это утрата контроля. То есть зависимый человек отличается от здорового тем, что здоровый может что-то поупотреблять. Например, я могу прийти на праздник, выпить бокал шимпанского и уйти спокойно дальше делать свои дела. А зависимый человек, к сожалению, если уже начал, то он остановиться не может. У него биохимия так устроена. То есть это не слабость воли, это действительно изменение биохимического организма. И поэтому у наркологов улыбку всегда вызывают идеи как-то контролировать зависимость, минимизировать зависимость. Даже, допустим, если мы используем никотин в заместительную терапию, полностью прекращается традиционное курение. Есть только пластырь, например, или только аэрозоль. Если человек просто туда-сюда уменьшает количество сигарет, это самообман на самом деле. Действительно, это так. То есть, хотя методики есть такие, но, как правило, они просто не работают. Ещё, если есть ремечка, по лёгким сигаретам, буквально чуть-чуть, это тоже завоевание аудитории, как правило, подростковой и женской, с атрибутикой лёгких, красивых, тоненьких сигарет. То есть это рекламный ход компаний для завоевания аудитории. Миф о том, что они приносят меньше вреда, это доказанный миф. Путём снижения смол и никотина меньше раздражаются слизистые, и человек делает более глубокий вдох. И на лёгких сигаретах действительно доказано, что поражаются самые, скажем так, мелкие бронхиолки. И на лёгких сигаретах риск развития периферического рака лёгкого гораздо выше. Поэтому лёгкие сигареты – это тоже самообман, это не уход, вред от них нисколько, не меньше, а порой даже больше. Спасибо за предупреждение. Теперь будем остерегаться, а на самом деле каждый решает сам за себя. Сегодня мы вынуждены уже заканчивать нашу программу. К сожалению, не всё успели обсудить, но я думаю, что в декабре, когда будет уже статистика свежая, мы ещё раз с вами встретимся и обговорим. Это в гостях у нас сегодня была Ольга Герольдовна Малышева, начальник Центра медицинской профилактики, главный нештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Кировской области, а также Кирилловых Вера Григорьевна, заместитель главного врача Кировского областного наркологического диспансера по медико-социальной реабилитации. Спасибо вам большое. Слушатели, до свидания. Да, и будьте здоровы. До свидания. Слушайте доктора.